Ребята, здорово, это Шамшурина. В этом видео вы сможете увидеть два разбора, два кейса свидания, которые у нас проходили на минувшем тренинге практика. То есть там есть два человека разного возраста, разного типажа. И, соответственно, они рассказывают о том, как они провели свидание. А я, соответственно, от себя даю какие-то рекомендации, что было правильно, что было неправильно. Это очень полезно, потому что там есть две-три важнейшие мелочи, поэтому обязательно посмотрите до конца, которые нужно обязательно учитывать на свиданиях. То есть если вы окажетесь в подобной ситуации и не сделаете каких-то этих вещей или сделаете что-то неправильно, вы рискуете тем, что свидание будет провалено. Ну и, соответственно, фиг бы с ним со свиданием. Вы можете потерять девушку, которая вам действительно по-настоящему нравится, которую вы рассматриваете для отношений. Поэтому обязательно посмотрите. Есть интересные примеры того, как у мужчин получилось. Возможно, и надеюсь, и уверен, что они, эти примеры, будут максимально полезны для вас. И прежде чем смотреть, соответственно, с 25 по 28 августа у нас юбилейная практика. Нам 4 года, ребят, именно тренингу практика. То есть мы его довели просто до идеального состояния. То есть у нас теперь там еще и на регулярной основе участвуют девушки, которым можно делать очень многие вещи. Поэтому я вас приглашаю на юбилейную практику, которая состоится с 25 по 28 августа. Места уже активно бронируются, уже 50% группы забронированы. Успевайте, ссылочка под этим видео. И обязательно смотрите этот видос, он для вас будет крайне полезен. Пишите комментарии, ставьте лайки. Увидимся. Кто вчера занялся кексом с женщиной? Отлично. Каждый день кто-то занимается кексом. Расскажите в двух словах. С чем с Александром, потому что мы видели твою мадаму. Очень даже симпатичная, интересная. Это мы с Валерием. Давай назначется коротко, но емко. То есть со знакомствами. Да сидите, можешь рассказать. Можно туда залезть, короче. Ну ладно, короче, короче, пошел выполнять домашнее задание, настроения не было. Просто подошел на списть девке, просто закинули в горло, что-нибудь, что-нибудь просто. Все разделал? Да. Так получилось, что она приезжая, я подкинул, я тоже приезжая. Откуда она? Не помню. Из Баббани? Да нет, ну где-то в России. И вообще в Москву я была так, как говорила, проездом. И сама собирается в Питер ехать. А здесь в Москве просто зависла на несколько дней. Ну мы так пообщались. Как бы она зависла вчера, да? Да, нормально. Ну я говорю, типа, давай, короче, у меня время есть. У тебя тоже сама сказала, что сама гуляешь, давай с тобой пройдемся, может куда-нибудь зайдем. А, это прям с полей было свидание, то есть уже вечером, да? А я же, ну, отдать его, который должен был свидетель, я просто, когда мы уже пришли, написал, говорили. Сегодня не могу, да? Нет, ничего страшного не случилось. А там же девушки иногда вообще не даже не соизволяют написать, как бы, и это почему-то нормально. А вы тут уже, знаете, ощущаете, что я обязан жениться и так далее. Потом мы сидим, ужинаем в чайхане, видим, ты ведешь и прекрасная задница какой-то женщины. Да, кстати, она сама так подошла? Ну, мы, ну, я вот давай пойму, мы начали спускаться вот, вот, на улице, я вот, давай, давай, ну, оп, дает, и, ну, все, мы общаемся спокойно. Вы сидите в кафе? Потом, да, мы доходим до кафе, ну, в дороге, я там что-то закидываю, ну, видно, что она там стесняется, стесняется. Потом мы заходим. Сколько ивент? 20. Сидите там. Кстати, что это, там важный момент был? Там важный момент. Да, и мы же видели, когда они зашли, и я через минут пять захожу вовнутрь, в туалет, посмотрю, какое место он выбрал специально. Место я выбрал. Да, он как раз четко, сам в углу, ее посадил в угол и сидел спиной ко всем. Стенку ко всем. Чтобы она не видела людей, все. Ни ее туда не видела, не очевидно. Да, это, кстати, очень немаловажная вещь, хотя, казалось бы, там, ну, да, я это где-то в ведущих увидел. Это есть в нодуле просвидания, в движении в системе, то есть там есть все правильно. А, ну, как точно. Хотя, еще раз, когда люди говорят, а, место неправильно, значит, все пропало, а не, не все пропало. Ну, это как бы вещь, без которой нельзя обойтись, но это точно явно, кстати, какой-то додик, и ничего не понимаешь, как делать, то место тебя не спасет. В данном случае, и как-то все хорошо. Так, ну, в общем, сели, заказали. Короче, это все неинтересно. Вы общаетесь, ты ее наоборот. Не, короче, мы начинаем общаться, я там, что вкидываю, реакция, ну, она вообще никак, ну, не коммуницирует. То есть я там, что не спрошу, да не важно, да не знаю. То есть часов пришло, да? Ну, мне скучно стало, я уже думаю, блин, аж. Я скажу, сейчас за костюм угол посхожу и вернусь. Нет, я думаю, блин, надо ее уборить. Тебе скучно стало? Мне скучно. А, это вот она, как-то мне скучно стало. Нет, мне скучно уже стало, но я этого не говорю. Просто подумаю. Ты ее до этого не трогал? А, ну, я там что-то я за руку взял, там, ногти, сказал, я там полгода тренинг поколения, давай, там, попадай, что-то, что-то такое. А потом руки, потом я просто закинул, закинул, приобнял ее, ну, я там общаюсь, общаюсь. А, потом, вот, по рекомендации Тигран, говорю, там, давай, ты хоть напряженная, я тебе приятную вещь сделаю, взорвожу. А Тигран, когда мимо в туалет шел, он пошел, смотрел Санеку, вот так ее двигает, говорит, короче, берешь ее вот так и делаешь, так, рекомендацию Тиграну, ты как, вот, я тоже такие, я ее раньше получил, я же думал, я другому, у нас у нас у нас у нас у нас у нас у нас. А, просто он тебе говорил, что делать? Ну, да, еще до этого. Ну, я просто начинаю делать одну сажу, он прям вообще так ходит. И ты такой, ну, я сссс. Это не скучно, да, Саня? Да, ну, можно, нормально, там. А она не говорила, что он упал? Нет, нормально. Ну, вообще, мы просто помолчили, такая, просто, просто позволяет себя трогать. И даже мы... А в это время мысли такие, господи, спасибо тебе, наконец-то, это никакое настроение, которое меня не может за руку взять, все нормально. У меня была мысль такая, что, блин, что-то не так. Ну, а где-то хотя бы хоть какое-то сопротивление, то есть, она вообще даже ни слова не сказала, типа, не надо, там, или... Видимо, очень долго ее уже никто не трогал. Да, когда я, да, когда я там массаж делал, там, шейксалал, там, похусывал, потом ему, типа, хотел чмокнуть губы, а она, так сказать, немножко, ну, давай... Это вообще не важно, губы можно просто в последнюю очередь... Ну, да. И, короче, мы сидим, молчали, я... Она уже все там... Я там поберу и вожу, она разбегает ноги... Что ты делаешь? Вожу по... А, вожу, да. И, ну, вожу... Что ты обвозишься? Она прям... Ну, видно, что она такая... Давай! Давай! Если она, короче, вот так там купола... Давай! И берет вот так вот... Ну, ты понял. Ну, я просто... Я просто там начинаю... С пирожок сразу... Она под... Ну, просто... Короче, ты ее с дороги все хорошо и приятно. В какой момент ты и как ты переместил ее домой? И было ли какое-то ощущение внутри, что, блин... Короче, нет. Сейчас не хочу... Сейчас ломаться. Блядь, это вообще очень странная ситуация. Я просто такой... Останавливаюсь. Застую телефон. Молча, вообще, вот, без разговоров. В тебе, ну, вот. Разблокировал. Зашел в Яндекс.Такси. Она прям видит это. Пишу в адрес. Говорю, сейчас я кофициант. Возьму у него счет. И... И спрошу адрес. Подхожу к кофику. Ну, записываю. Рассчитайте. Там Тимур наш человек. А там будет такой невысокий сбородок. Светлая оборотка такая? Ну, ладно. Нет, нет. Там будет. Да в Чеханец. Просто мы сказали, чтобы наш пацан зашел. А. Может быть, он там как-то... Может, да. Ну, там сейчас как-то суетился. Да, да. Мы ему сказали. Так, короче. Скорее, это да. Да. Короче, все. Переезжает такси. А, вот. Ну, она выходит, ждет меня. Я там считываю. То есть она выходит, даже не спрашивая, куда вы едете? Я ей прям показываю. Типа. Измайловское шоссе. Едем на вот такой вот адрес. Едем на вот такой вот адрес. А там кладбище. Вообще. Ну, типа. Она просто. Мне понятно. Я все поняла. Выходим. Там пока такси ждем. Я там обнимаю. Ну, подогреваю всю эту ситуацию. Садимся в такси. Едем. Я всю вещь сюда. Ее там обнимаю. Обнимаем. Целуемся. И, короче. В какой момент. Что мы расстегивали. В такси. Держишь руку в такси. Ты в экономии ехал? Комфорт. Комфорт. Лучше в бизнесе езжайте. Там, как ты. Чем выше класс, тем меньше водителю беспокоит вас. Вообще респект. Он ноль. Ну, он, короче. Он ноль, блядь. Я увидел. Я четко сделал реакцию. Я смотрю на него. Степло заднего вида. А он на тебя. Он смотрит на меня. Я все понимаю. Нормально. Он прям так и сделал. Ну, он что-то дал. Мне подручат здесь. В автомобиле. Он такой. Короче, да. Мы целуемся. Я в стену. Он мне всю дорогу натрачивал. Потом просто вышли. Дошли до гостинцы. Молча. Представляете, их водители, блядь. Сидишь. Да, блядь. За рулем. Ладно, когда один и два мужика сидят. Заходим в лифт. Лифт закрывается. А мы там, типа, сидели. Прикорно. Кто, типа, говорю. Это зеркало. Лучший друг любой девушки. Когда я просто подпожу, целуемся, все эти вещи делаем. Заходим в номер. И в гостиницу вы прошли, как бы, без всяких проблем? Ну, типа, я на охранника смотрю. Я просто... Видимо, ты был настолько заряженный, что там уже... Ну, типа, я был на охране. Ну, для меня это интересно. Опять же, хотя такое бывает, что девушка минимально сопротивлялась. Даже если она... Она вообще не сопротивлялась. Не имела какой-то близости с мужчиной. Она все равно... То есть... Боже, что? А куда? А зачем? А что? Ну, все. Видимо, она уже совсем отчаялась. И тут такая... Ты. Короче. Все. Заходим в номер. Я открываю. Она снова к зеркалу подходит. Что-то прихорашивается. Я закрываю дверь. Поставляю окарочку. Свет здесь не включается. Включается. Это важно. Я просто беру. Включаю. Пормально. Все. И на ощупь, блядь, выходишь в окно. Да, нет. Ну, типа, святого. Ну, и кирс. Ну, а по совету старших друзей, как говорится, в дождь ее не повел. Да, времени не было. Да, она уже пришла по городу, наверное, как-то. Мы все-таки не послушали. Ты же тоже в Измайелск? Пять дней. А, да. У меня еще... Слушай, это красавчик. И в любом случае, как бы... Я обычно здесь тот, кто больше всего докапывается до людей. Типа, блядь, а вот так она не говорила, а то-то, то-то. Это не для того, что я там не верю. Потому что... Я не знаю, кто там решил, без обед, сдержать. С чем они могут столкнуться, да? И с такими вещами тоже вы можете столкнуться, что все бывает легко и... Ну, по факту это фаст, короче, было. Единственный момент, что... Ну, все, мы уже там наебались. Это жима. Короче, она отсосала, закончила. Я говорю, иди в душ. Она идет... А там, короче, Макс. Намыль у тебя! Витя у тебя, ниграя с глазами одежду. Макс. 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 Короче, она выходит, вперед Боди, начинает делать, я говорю, куда в. Давай я, типа, к себе. Ну, короче, типа, просто попользовались и все. А знаешь, может быть такое, что прикинь, как написано у Тарасова, смысл всякой деятельности лежит не в пределах, то есть ты же не знаешь, как, что, премь, история, может она там, допустим, не знаю, ей изменил ее мужчину. Она расстроилась, как человек, да? Она там, типа, от обиды уже такая, хоть что со мной делать все. Я сказал такси, пока этого долбоеба ждали, таксисты, которые дорогу не теряют, Ну, я с ней разговариваю, спрашиваю, слушай, а ты вот так решила приехать, у тебя что-то просто случилось, и у тебя там, ты с парнем рассталась, и у тебя какие-то, на месте, типа, просто отдохнуть захотел? Да нет, просто, ничего просто, просто, просто. Ну, может быть так, не, ну просто бывают разные истории. Это уже после того, как она провожила ее? Да, это вот. А, то я думал, что Чикканы спрашивал, когда вы еще поехали вместо секса. Почему это получилось сами, если сейчас не отбросить по природу, собственно говоря, харизму? Почему? Потому что ты сделал что правильно, как ты думаешь? Мне кажется, единственное, что сработало здесь, это то, что я в начале по знакомству сказал, что мы можем еще встретиться в Питере, и собираемся встретиться. Это первый момент, то есть я загинул в этом. Единственное, что сработало бывает. Не, ну не единственное, да. Короче, парни всем говорите, что вы встречаетесь после, ну если что, можете встретиться в Питере. Или все, так, где все, просто сразу на вас набросится. И второй момент, это то, что он вовремя начал киностатить. Я считаю, что это потому что подошел, познакомился, потому что выбрал правильное и нормальное место, потому что нормально там расположился ключевой, да, то есть это потому что начал киностатить. Хотя, может быть, ты тоже испытывал какое-то ощущение, типа, бля, там же самое главное начать, как говорится, да. То есть и для многих это такой барьер, что что я сейчас буду делать, это же особенность она скажет. А когда она такая, типа, опра? Не, особенно. Или в этот момент, когда ушли, иди сюда. Да, плюс как бы то, что сделал вот так, хотя это не совсем может быть, но там стандартная история перемещения. Просто это, ну, ситуация такая вышла. Да, ну, короче, смотри, зачастую вот именно озвучить предложение оффер, типа, давай переместимся, это для людей самое сложное. Может быть, даже это тоже была такая защитная реакция, чтобы не озвучивать, просто, короче, блоки вызываешь. Да. И то, что там, ну, так сказать, в машине, ты продолжал с ней, там, пью, даже усиливал. Ну, короче, самое главное, там не сидеть, не тупить, когда перемещать. Потому что у нее включится мозг, она такая скажет, а куда это я? То есть, ну, она может отвалиться. Там другой момент. А мы когда сели, она сначала сразу вот отвернулась к этому, как нужно, так. Ну, я думаю... И прикиньте, если бы ты, короче, или кто-то другой смертный, как я их называю, ну, не этого тренинга, чувак, просто бы, скорее всего, там, ну, что-то сидел бы там, ну, знаешь, может быть, доехав до туда, она бы сказала, слушай, что-то я тут пойду, ну, то есть и все. И он бы с этим ничего не сделал. А тут ты пишешь, иди сюда, правильно. Отвернулась почему? Потому что здесь появился третий человек. Плюс она подумала, что за идиот, почему, блядь, эконом или как-то, ну, комфортный, а не бизнес. Нет, ключевой, что все происходило так, как должно было происходить, кроме того, что, ну, прям, достаточно легко это удалось, но это не уменьшает твоих заслуг. Ты вообще молодец, да, абсолютно. Я считаю, что вот два важных момента, ну, которые по себе помню, то, что на свиданке было тухло, ну, в начале, то есть ты же сказал, что тебе было скучно. Обычно после этого сливается, ну, короче, там, теряется. Да, или женщина сливается, говорит, ну, ладно, я пошла. То есть ты перевернул там игру уже, взял свои руки, то есть не захлыстил, продолжил дальше ее там кинестетить, все вырулил. Вот сейчас в машине тоже надо отворачиваться, то есть не должно все время, как вы хотите быть, что там вот все празднично, телка вот всегда готова. Иногда будет выглядеть так, что вот как будто уже все, наверное, кончилось, ничего не интересно, но пока вы не будете включаться и продолжать все самостоятельно. Да, если на свидании вдруг становится скучно, как вам кажется, самое первое, что надо сделать, это начать трогать. Ну, там, с русским эстетикой, с пальцем, с чего угодно, там, ой, смотри, какие-то сережки, ну, то есть как бы все, вы начинаете прикасаться. Это такой, знаете, как этот, козырь под рукавицей. И вот, скорее всего, начнет прокатывать, да, если нет, значит, ну, так и так она бы уехала, не знаю, так хотя бы с женщиной подробить. Отлично, царь, молодец. Давайте похлопаем. Молодец, что приехал на тренинг. И она села напротив меня, и я понимаю, что, как бы, сесть к ней, ну, нереально просто было. Почему? Нереально. Нереально просто. Реальней, наверное, конец уголей. Столик был, так, вот, половина. Почему она управляла этим процессом, как бы? Даже она попросила сесть на улице, надо было даже на улице, ну, взять какое-то максимально клевое место в плане, и там не было максимально. Нет, вот стол был, вот, половину воды, мы сели, а внутри не было места еще. Ну, смотри, но при этом есть противоречия. С одной стороны, она говорит, я хочу сесть на улице, она не знает, что ей сегодня так повезет, и у нее будет секс, еще она знает пока. А Саня уже понимает, что нужно сделать, чтобы был секс. Нужно, как минимум, нормальное вот это вот место, удобный стол там и так далее. И если бы я ушел, подумал, что, ну, нет, я бы сказал, тогда мы еще быстро здесь посидим, пойдем в другое место, потому что здесь не прикольно. Либо сказал, ну, это шляпа, я не хочу так сидеть. И когда мы сели, мы подошел официант, и официант такой, когда освободится место внутри. Да, или такой вариант, кстати, да. Но я бы хотел пересесть. То есть я не стал здесь спрашивать, хочешь ли? Слышь. Безумно, мы пересаживаемся туда. Потому что здесь нет музыки, мне неудобно с тобой сидеть, я не хочу направить тебя сидеть. Ну, музыка для нее была официальная версия, да? Про реструк такой. Ну, мне тоже. Это интересно. Интересно? Короче, не стоит важно. Ну, в музыке как бы, ну, есть. В музыке только гамония есть. Где-то, пока нам, мы все заказали, пока нам не сли, когда официант принес всю еду, он сказал, место освободилось, можете пересесть туда, внутрь. Мы пересели, я уже сел рядом с ней. Она ничего не говорила? Нет, она ничего не сказала. Сидите, ты начинаешь ее трогать. Да, то есть я начал сначала ее трогать. Что она говорит? А ты ее трогал в то время, как она ела или нет? Ну, тут были просто случаи как-то там. Не, не, мы посидим. Я сел с ней рядом, поели, пообщались, и, может быть, я не знаю, спустя минут, да не знаю, минут, может, сорок, я начал уже какие-то там усыновения. Сначала очень плавно, как бы очень осторожно. Спустя минут сорок после того, как мы поели? Мы поели. А до того, как вы ели, сколько прошло времени? Не знаю. То есть, в общем, с момента посадки в кафе таки наследить начал вас, сколько? Через час? Ну да, через пол. Через час, где-то вот так. Пока поели. Дальше что? То есть, как бы, дошло до того, что вы в кафе уже там обнимались? Да, в кафе мы пообнимались, уже началось вот эти прикосновения. Она тебя трогала сама? За какие места? Не знаю. Просто обнималась. Не знаю. Обнималась. Ты спал в это время сами? Обнимались, словались. Как ты ей предложил переместиться? Куда? В отель или куда? Нет, я еще ей не предлагал переместиться. То есть, в этот день мы никуда не переместились. А, это была первая свиданка. Первая свиданка была. Мы потом после кафешки пошли просто погуляли по Москве. Я ей вызвал такси, а все, она уехала домой. Ты сам предложил ей, что все, свидание закончить? Нет, она сказала, мне нужно ехать домой. Ну, хотя бы так. Потому что если бы еще сам сказал, все, давай, пока, но это было бы такси. Ну, время было уже где-то там пол второго ночи. Она говорит, мне завтра на работу, там 7 дня расставать. И вчера ты ее снова вызваниваешь? Да, вчера я ее вызванил. Я говорю, пойдем, у меня есть новое место классное, я сейчас покажу его. Я сейчас живу на филях, и рядом с моим домом есть классная кафешка. Давай туда поедем. И она уже слышит нужную ей информацию? Ну, а я еще не знал, что я там жил. Просто я сказал, что ты живу на филях, и рядом с моим домом есть кафешка. Нет, я тебе говорю, что я жил на филях, и там есть кафешка. Она об этом не знает. Мы приехали в эту кафешку, зашли туда, там целая куча народу. Я ей сказал, давай поднимем сейчас ко мне домой, мне нужно здесь зарядку. И пойдем в какое-нибудь другое место. И когда мы поднялись домой... Она не сказала, иди сходи один. Нет. Она спросила, может мне тебя подождать? Я говорю, нет, за темнот, пойдем поднимись со мной. Потому что уже поздно, я тебя не оставлю здесь одна. И когда мы поднялись, я говорю, вот классное место, балкон с панорамным видом, давай посидим, пообщаемся здесь. Она что говорит? Давай. Или что-то. Да, вино выпили и все. Совершенно случайно балкон. Дожди, так был секс у тебя что-ли? Он был секс был. Он пришла вчера женщина. А, да? Да, вот это первая женщина в трусах в чате. И ты мне вызывал. А он в чат? Да что ты в чат-то не скинул? Он только в нас так и в скинул. Это причина два секса что-ли было? Да. Два секса. А, давайте быть парням комплексом. А, нет ты чего-то думал, ты сделал в Осси cation меня, и я given up иod. Я знать не знал. Нет, никто никто не знал, блядь. Когда друг著 ниг periods, я снимаю. Я сейчас все подготовлю, мы в балконе посидим, послушаем. Как вы пришли к ексу? Вы сидели там,ubb'али, вы общались к Meta-у-ка предращуповали? можно остаться у меня потом короче вот этот вот романтичную стройный молодожая пишет мне говорит это все херня хотя сейчас кто-то смотрит и тут так вы твари зажрались на тренинге вот у меня вот в отношении кит вопросы типа там что-то долго не да и это прикольно прикинь когда тип просто присылает жопу с утра это как будто вот это конечно сами круто вообще в общем смотри она когда я осталась от просилась у мамы я бы что сделал я бы например не дотягивал это всех касается в таких случаях до столь позднего часа когда уже вопрос станет оставаться или нет потому что если она не может остаться по каким-то причинам неважно собаку или голодная или там завтра на работу то прикинь как ты можешь обломаться поэтому я бы там понимая что есть уже время но как правило в такие моменты просто неумолимо бежит я бы начал заранее уже пытаться сблизиться и все равно есть вероятность что она может реально свалить другая причина я забыл что короче наиболее прямой пункт на разделе но это на всякий случай я бы вот так подстраховался я бы попытался сделать раньше какой-то массаж и когда ты уже делаешь массаж там она в кровати лежит у тебя ты слушаешь а чё ты будешь вставать так пока валяемся скиношку посмотрим то есть это не значит что сделал неправильно значит что как бы в следующий раз чтобы прям еще больше где-то себе оградить от случайности да тебе можно было сделать круто